С новых инициатив против курильщиков начался 2017-й. Очередные ужесточения предложил Минздрав. В этот раз предлагают оградить от сигарет на законодательном уровне будущее поколение. Запретить продажу табака тем, кто родился после 2014-го, даже по достижению ими совершеннолетия. Ну а пока эта инициатива обсуждается, есть уже вступившие в силу меры. Подробнее Лариса Соловьева. Диме всего 9 месяцев, он родился в спортивной семье. Папа фитнес-инструктор, мама тоже за здоровое питание и образ жизни. Но их малыш обречен не курить, не поэтому. В России предлагают запретить в принципе продавать сигареты всем, кто родился после 2014-го. По логике законотворцев, через каких-то 80 лет потребителей табака просто не будет. Дима как раз попадает в поколение, защищенное от дыма, но мама скорее против, чем за. Мне очень страшно, что придумает наш изобретательный русский народ, чтобы обойти закон. И где там в подворотне, что предложат моему ребенку, вот оперируя тем, что ты же никогда не сможешь это попробовать. Тебе же нельзя на протяжении всей жизни. То есть меня это очень сильно пугает. Пока это только инициатива. Но ведь еще недавно и запрет на курение в поездах и барах казался нереальной мерой. А вот уже несколько лет в общественных местах дымить нельзя. Антитабачная кампания в России стартовала в 2013-м году. Если все начиналось с запрет курения на территориях больниц, детских садов и школ, то сегодня такие таблички можно встретить повсюду. И в парках, и на входах в торговые центры. Реклама табачных изделий запрещена, а сцены курения вырезают из фильмов и телепередач. Врачи отмечают, курильщиков действительно стало меньше. К нам приходит молодежь, студенты. И сейчас из 12-14 человек, ну может быть один возрастной студент курит. Раньше это было значительно больше. За три года в России удалось добиться снижения потребления табака на 6%. С 39 показатель опустился до 33%. Еще один уже неизбежный шаг – рост акциза в 2017-м. Это значит сигареты подорожают еще на 10%. А электронные испарители, никотин, содержащие жидкости к ним, теперь тоже подакцизные товары. Самое важное – там есть никотин. Пусть он очищен, и как там только рекламодатели не дают эту вещь, но самое главное – он там имеет место быть. Как ты губил свою центральную нервную систему, так ты и продолжаешь. Никотин – стимулятор, психстимулятор. В проекте также запрет на курение электронок в общественных местах. Лариса Соловьева, Андрей Захаров. Тюменское время.